Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы продолжаем с вами рисовать эскизы в рамках челленджа 100 эскизов. Остальные вы найдете в данном плейлисте. Я оставила ссылку под видео, так что заходите, посмотрите. Мы сейчас начинаем с вами рисовать с базовых моделей. И что у нас может быть базовым ассортиментом? Конечно же, это джинсы. Меня просили нарисовать джинсы. Я смотрю за всем, что вы меня просите. И обязательно мы это будем рисовать. Когда я думаю о джинсах, у меня все время возникает в голове фирма Levi's. Соответственно, это их классические модели 501, 701. И это такой эталон. Не в какую-то модную сторону, укороченный или еще что-то. Просто классический деним, который мы можем представить. Особенностью является то, что они достаточно высокой посадки по талии. И у них, вот когда вы рисуете джинсы, обращайте внимание на отстрочки. Конечно же, там еще стирки добавляются. Но стирки это отдельная история. Мы сейчас будем именно вот сам эскиз рисовать. Шаблон у нас тот же самый. Сейчас мы от него уберем ручки. Я специально для референса поставила себе два фотографии. Спереди и по спинке. Для того, чтобы было понимание того, как это будет выглядеть. Как убирать все я уже кучу раз показывала. Если кто-то что-то забыл, как убрать ручки, можете зайти в предыдущие видео. Сегодня я их выбрала инструментом Direct Selection. Нажала кнопочку Dell и удалила. Рисовать мы начинать будем с переда. Здесь тоже можно нарисовать половинку. Если нужна подсказка, можете вот так вот разместить. И тогда вы, когда будете рисовать, у вас будет подсказка. Иногда рисуют прям по фотографиям. Это тоже возможно. В этом нет ничего такого страшного и плохого. Как бы как удобнее. Можно нарисовать прям по фотке половинку. Только единственное, видите, девочка стоит с опорой на одну ногу. Это отставлено. И не совсем корректно нужно искать ту фотографию, на которой будет стоять равномерно на двух ногах. Поскольку мы рисуем на наших шаблонах. Шаблон можно скачать по ссылке под видео. Бесплатно совершенно. Заходите и скачивайте. У нас также есть другие шаблоны. Шаблоны женских фигур. Модельная фигура, обычная. Плюс сайт. Посмотрите, на сайте у нас есть. Можно скачать. Я больше люблю рисовать на манекенчике. Соответственно, выбираем инструмент перо. Блокируем слой, на котором у нас шаблон. Создаем новый слой, на котором мы будем рисовать. И выбираем цвет пера черный. Все, это наша такая базовая классика. Я рисую мышкой, как я уже об этом говорила. Никакого сверхоборудования у меня нет. Хотя у меня есть планшет лайком. Но я им практически никогда не пользуюсь. За последние три года не рисую. Он нужен в основном для растровой графики, для фотошопа. Рисуем половинку. Я люблю полнодлинные джинсы. Это моя слабость. Укороченные не люблю. Поэтому будем рисовать сразу полнодлин. И здесь вот у нас с вами точка, в которую мы приходим. Кстати, если сейчас посмотреть, то у фирмы Levi's, у них очень много моделей разных форм. Если раньше они все были в основном классическая такая модельная фигура, то сейчас есть и на плюс сайт и так далее. То есть для них сейчас это уже не новинка. Они прямо на сайте. Они публикуют. Так что если вам нужно что-то другое, то можно посмотреть. Значит, смотрите. Я нарисовала основную форму. Здесь вроде как небольшая складочка. У джинсов, как правило, видно вот этот внутренний шовчик. Вот поэтому его здесь бы хорошо показать. Но он не должен прям сильно выпирать, но вот линии и показать то, что он вот тут у нас есть. Просто линии. Потом, сейчас особый акцент сделаем вот на это место. Я приближу. Это карман. Карманы, как правило, это называются джинсы-пятикарманники. Так, давайте пояс. Пояс. И он немножечко выходит. Видите, вот здесь. То есть надо, соответственно, вот эти две точки чуть-чуть сдвинуть. Возможно, вот эту чуть-чуть отодвинуть в сторону. То есть я выбрала вот так отодвинуть. Окей. Хорошо. Теперь рисуем кармашек. Как я говорила, джинсы у нас строятся в основном на отстрочках. Поэтому рисуем кармашек. И хорошо бы его нарисовать отдельным объектом, чтобы мы могли его потом залить. Возможно, с первой попытки карман у нас не получится по форме. Ну, то есть вот эта вот линия. Это не страшно. Мы его сейчас будем искать, где он там у нас находится, чтобы он получился. Видите, здесь не совсем правильный изгиб. То есть я его ищу. Может быть, вот эту точку подальше вынесу. То есть смотрите, чтобы у вас получилась та линия, которая вам нужна. Если чувствуете, что не хватает, то добавляем точку и уже ее можем корректировать, чтобы форма была та, которая нужна. Карманам в джинсах уделяется большое внимание, поэтому не пренебрегайте ими. Обязательно аккуратно их делайте. Здесь не должно быть такой. Вот так, да. Теперь что я сделаю? Окно, обработка контуров. Мне нужна панелька. Скопирую вот эти два объекта в сторону, нажав кнопочки Shift и Alt. Потом отпускаю мышку, потом отпускаю кнопки. Нажала я вот сюда на обработку контуров и разрезала все. Вот у меня остался кусочек, который сюда обратно и вернется. Вот эти линии у меня идеально совпали, там никаких вопросов нет. Мы уже с вами пошли на более сложные модели, поэтому теперь так быстро, как базовую юбку и футболку, рисовать у нас с вами не получится. Запасайтесь терпением, это важно. Так, теперь что нам нужно с вами сделать? Нам нужно сдать двойную отстрочку по краю кармана. Как это можно сделать? Берем с вами объект, берем инструмент ножницы, отрезаем лишнее, удаляем. Вот у меня получилась линия. И вот здесь у нас есть пунктирная линия на 0,25. Почему я сразу это делаю? Потому что карман симметричный. В общем-то, оно и туда, и туда пойдет. Теперь правлю точки. Сейчас приближу поближе, не очень удобно работать. Вот так. Вот, и мне нужна будет еще одна такая же линия, которая будет параллельной от строчки. Можно сразу создать кисть такую, которая будет двумя, можно вот так вот параллелить их. Это кому как больше нравится. Иногда так хорошо, иногда так хорошо. Вот. Сейчас вот эту линию немножечко подвину. Вот таким образом. Смотрим. Что у нас дальше есть? У нас с вами есть отстрочка по поясу. Рисуем отстрочку по поясу. Все отстрочки делаем одинаковыми. Как правило, у джинсов они выстрачиваются специальной цветной ниткой. Светлой. Такой охристой. Ну и здесь вот видно, да? То есть оно не всегда длиннистое. А оно охристое. Так. Теперь нам нужно показать гульфик. У гульфика тоже, смотрите, отстрочка вот здесь. Одна строчка, потом еще две строчки. Все, все аккуратно вот это переносим, чтобы оно у нас было. Не торопитесь, не спешите. Уделите этому время. Это не быстрый эскиз. Не все получается быстро. Не надо никуда торопиться. Можно поправить немножко форму. Мне очень нравится. Так. Что у нас тут есть? У нас еще здесь есть шлевочка. Порисуем шлевку. Такая шлевка будет. При этом сама у нее контур будет белый. Ой. Единичка она будет нарисована. И на ней будет еще отстрочка. Поэтому я специально взяла прототип. Ну фотографию, да. По которой можно сравнить, а как это все сделать. Чтобы ничего не упустить. Особенно если вы новичок. Если вы до этого никогда не рисовали джинсы. Прямо внимательно всматривайтесь, что там есть. Там еще есть клепки. Джинсы это всегда клепки. Вон они, смотрите. Видите, вот здесь заклепан карман. И нужно еще рисовать нам с вами дырочку для пуговки. Тоже мы ее сейчас дадим не пунктирную. Что у нас еще с вами должна быть? Сама пуговка. Как рисовать металлические пуговки это отдельный разговор. Поэтому мы ее сейчас просто сделаем вот таким градиентом. Чтобы она была. И сюда же такую же клепочку, только более маленькую. Можно вот сюда она встанет. Надо ее немножечко убрать назад. Нажимаю Ctrl и квадратная скобочка, которая буковка Х на русской клавиатуре. Вот мы ее назад убрали. Я пока заливку не делала, поэтому она немножко странно смотрится. Так, сверяем. Шлевка еще сбоку у нас будет видна. Видите? Соответственно, она будет видна перегибом. Сюда, сюда. Она будет тоненько вот так вот виднется. Это классика. Классические джинсы. Не на всех есть эти шлевочки. Но мы ее все-таки поставим, чтобы она была, чтобы у нас все было как положено. Сейчас, когда мы сделаем заливку, будет все лучше. Видно? Она у меня 0,25. Можно ее пятым сделать. Так. Сверяем. Все есть, все есть. Здесь у нас с вами есть. И двойная, одинарная отстрочка. Нет, это не надо мне. Двойная, обычно двойная. Двойная отстрочка по низу. Одна и вторая линия. Там еще, как правило, стирочка добавляется. Тоже в зависимости от вашей модели. И отстрочку тоже. Отстрочка. Вот. Теперь давайте зальем цветом. Белым. Эту линию тоже можно сделать не такой, вызывающий яркой. 0,5. Смотрите, чтобы у вас заливки были только на объектах. А на линиях, которые обозначают, их не было. Это важно. Иначе у вас будет раскардаш в эскизе. Вот. Шлевочку можно все-таки тоже поуже рисовать, чтобы она так не выделялась. Вот. Вот таким образом. Теперь мы это все дублируем. Только нам вот пуговица не будет нужна. Инструмент. Зеркальное отражение. По центру ставим и разводим. Я нажала кнопку Shift, нажала кнопку Alt. Теперь отпускаю кнопки мыши и кнопки Shift и Alt. На правую кнопочку мыши монтаж на задний план. Теперь немножечко подкорректируем, потому что здесь есть кое-какие изменения и асимметрия. Ну, во-первых, у нас с вами будет только с одной стороны это удовольствие. Так. Во-вторых, у нас вот здесь обычно добавляется часовой кармашек. Или CoinPocket, его по-разному называют. ClockPocket, CoinPocket. Для монеток. Кармашек. Тоже его нужно указать. Так. Тоже на нем будет отстрочка. И еще. Там поверху двойная или одинарная. Отступить надо побольше отверха. И здесь тоже у нас будет клепочка. Вот. Вот, в принципе, у нас получились базовые джинсы. Можно на них добавить вот сюда чуть-чуть линий, чтобы они более джинсовые, чтобы получились. Тонкую-тонкую линию можно ее сделать вот такой. Вот одну сторону и другую. Но это уже декоративное украшательство. Оно не на всех джинсах есть. Так называемые усы. Вот. Поэтому можно добавлять, можно не добавлять. Сейчас, в принципе, идет мода, что джинсы не стиранные. И вот это вот украшательство дополнительное не требуется. Так, ну спокойно. Вот. Теперь, смотрите, будем делать попу. Что мы можем с вами скопировать? Мы можем скопировать отстрочку. Можем скопировать вот эту часть. Шлевки у нас там по-другому, пояс по-другому. То есть, по сути, нам нужна только половинка ноги. Такая же по форме, да, снизу с отстрочкой. И мы будем теперь дорисовывать. Сейчас я поправлю картинку, чтобы было видно. В основном мы будем попкой заниматься. И карманами. Ведь это расположение карманов тоже можно формировать попу. В зависимости от того, как они наклонены, какого они размера. Можно попу визуально сделать больше или меньше. Если у вас, например, на попе маленькие кармашки, то визуально попа начинает смотреться больше. Если на попе большие карманы, попа начинает смотреться меньше. Там очень много вот этих нюансов. Куда они наклонены, как они смотрятся. Тоже нужно все учитывать. Вот смотрите пример, как мы можем рисовать с вами по фотографии. Вы берете и обводите форму. Это пример рисунка по фотографии. Сейчас мы с вами срисуем карман. Вот, например, вам понравился какой-то элемент. Так очень часто делают. Можно быть моралистом, а можно быть реалистом. Я вам сейчас рассказываю, как это в реале. Люди, в основном и масс-маркет в том числе, очень много смотрят на то, что происходит вокруг. И выбирают какие-то элементы и детали, из которых потом собирается модель. То есть это может быть 5 моделей, собранных в одну. И это считается уже оригинальной моделью. Это не считается копированием. Поэтому иногда, когда делаю джинсы, вот мне понравился карман. И я бы хотела этот карман использовать. Если он не какой-то там дизайнерский, суперавторский, а это базовый карман, то я могу совершенно спокойно его срисовать с какой-то фотографии, с какого-то эскиза, для того, чтобы он у меня получился. Поэтому вот так вот беру фотографию и по этой фотографии, собственно, с мой карманчик и рисую. Потом его вставляю на свой эскиз. И, как правило, вот эти карманы, они еще прилагаются к техническому описанию, к технической документации отдельно, с крупным описанием вот этих вот выстрочек. Потому что, как правило, вот эта выстрочка, это и идет авторский почерк бренда. Поэтому вот эта вот двойная отстрочка по краю, это стандарт. А вот что там уже будет? Выстрочена какой формы, какая петелька, это уже часто говорит о бренде. То есть она же может быть выстрочена как здесь, мы сейчас рисуем как здесь, а может быть выстрочена и по-другому. То есть может быть вот так как-то выстрочена. Это уже авторский почерк фирмы будет. И на это обращать внимание. То есть может быть какой-то петелькой, завитком. Да, это делается. Я не стала нарисовать специально сейчас пунктир. Это была обдуманная история. Можно его рисовать полностью симметрично. Можно вот сейчас сделать зеркальное отражение, чтобы он лучше встал, да? Так, даже лучше. Видите, вот кармашек по форме получился другой. То есть вот карманы, это очень много в джинсах, и им надо уделять огромное внимание. Поэтому никогда этим не пренебрегайте. Наклон кармана, его размеры, углы в кармане, его расположение. Оно вот прям реально формирует, как джинсы сидят на попе. Теперь я выбираю все отстрочки, которые у меня есть. Там вот по низу у меня был пример отстрочек. И сейчас мы их перенимем туда, вот. Еще вот здесь крайняя тоже должна быть. Вот так. Вот, у меня теперь есть кармашек. Теперь я буду рисовать кокетку. Соответственно, форма кокетки тоже штука важная. И она за многое отвечает в конечном счете. Поэтому... Ведь бывают как бы кокетки вот такие, да? Вот она, такая кокетка увеличивает и поднимает попу. Такая будет вас полнить. То есть там целая наука. Те, кто занимается денимом, это очень интересная направленность. Но здесь, как правило, нужно, конечно, технологией очень хорошо владеть. Для того, чтобы это все правильно делать. Так, тоже при помощи инструмента обработка контуров я вот так вот вырезала кусочек. Уже очень много раз рассказывала. Если вы не понимаете, что я делаю, пересмотрите, пожалуйста, предыдущее видео этого марафона. Я там прям очень-очень детально это рассказывала и показывала. Это не какое-то секретное действие. Это просто вот такой способ рисунка методом наложения и вырезания, если говорить русским языком. Так, теперь отстрочки. Все джинсы это одни сплошные отстрочки и стирки. По моделям-то там меняется не так и много. Где-то карманчик. Так, ну вот одно время была заниженная посадка, сейчас завышенная, там длина, ширина. Ну, это не такие изменения. Они не так быстро происходят, не каждый сезон. Так, теперь пояс. Так, и вот еще шлевку сейчас мы сделаем, и уже будем тогда зеркалить. Кстати, закрепки вот на шлевках, смотрите, надо их тоже проставить будет. Я не угадала форму. Вот эта точка должна быть выше. Соответственно, поднимаем. И вот у меня идет вот такая шлевка. Чтобы ее удобнее было рисовать, приближаю. Сейчас мы сделаем ее потоньше. 0,5 даже. Делаем ей отстрочку по краю. Еще одну отстрочку по краю. И закрепки. Закрепки можно нарисовать просто прямоугольничком. В том, что она вот здесь закрепочка одна, и вот здесь закрепочка другая. Сейчас только мы их наклоним. Вообще джинсы, они же изначально были рабочие одежды, они должны были быть очень прочными. На них закрепки стояли. Это сейчас они больше декоративную функцию приобрели. Клепки и закрепки. А на самом деле это очень важные вещи. Вот такая у нас получилась штука. Теперь мы его зеркалим. Я не сделала еще отстрочки по поясу, потому что пояс у нас единый будет. Соответственно, нам это не надо пока было. Приближаем. Смотрим. Пояс единым кусочком, поэтому мы его сливаем. Вот здесь у меня, видите, лишка получилась. Убираю точку. Так, теперь делаю отстрочки по поясу. Смотрите, у нас спряталась шлевка. Это ничего страшного, мы сейчас ее вернем на место. Сейчас мы только линии нарисуем. Это просто у вас объекты поменялись местами после слияния. Поэтому таким образом себя ведут. Ничего страшного абсолютно в этом нет. Вот таким образом. Так. Теперь это у меня будет отстрочка. И вместе с поясом мы немножечко это уберем назад. Так, перебор. Тогда будем вытаскивать шлевку, если она не хочет вместе с поясом. Давайте тогда тащим шлевку. Так, здесь закрепка. И тут у меня должна быть тоже там закрепочка. Вот так. Монтаж на передний план. Вот. Теперь еще одна закрепка у меня будет. Шлевка. Шлевка вот здесь. Притом ее уже можно нарисовать прямоугольничком. Она будет вот так идти. Не пунктирная на 0,75. Залитая белым цветом. Приближаем. Отстрочка по краешку. Еще ее дублируем по соседству. И две маленькие закрепочки. Тут закрепка. Без пунктира. И тут закрепка. Отлично. Получилось? Получилось. Еще вот здесь у нас, смотрите, две отстрочки. Одна. И вторая. Вот здесь хорошо сделать вот такую штучку. То, что это как бы под попой. Здесь некоторая такая вот штучка допустима. И практически на всех брюках она будет показывать, что там есть объем. И он туда уходит. Вот такой вот тоненькой линией. Так можно сделать. Она будет показывать, что туда уходит. Вот. Мы с вами нарисовали. Забыла, смотрите, вот здесь закрепка и здесь закрепка спереди. То есть это закрепка в двух местах на кармане. Сюда закрепка встанет. И сюда закрепка встанет. Если она у меня убежала, это ничего страшного. Она просто попала назад. Вот на передний план. Так. А вот когда она боком стояла, у нас вот эти шлевки были видны. Тогда сейчас шлевки у нас задвоились. Это не здорово. Мы их уберем. Они у нас вот тут. То есть они почти к боку. Надо их еще к краю сдвинуть. Когда модель стоит полубоком, ее будет видно. Вот прям вот на грани они должны быть вот здесь. Вот. Одна и вторая. Вот так. Почти прям вот в краю они будут. Почти на бок выходить. Все. Проверяем размеры и форму карманов. Это очень индивидуально, поэтому здесь нету какой-то прям универсальности. Эти я могу убрать. И вот у нас с вами получились джинси ки. Теперь можно сгруппировать. И вторую тоже сгруппировать. Давайте попробуем залить цветом. Джинсы это всегда деним. Деним можно скачать. Есть готовые заливки в гугле. Прям выбирайте. Бешевная заливка деним. Вам выпадет и вы сможете залить. Просто применить ее разного цвета. Смотрите. В зависимости от того, какой у вас деним, можно к ней его уже подбирать и заливать. Также можно потом на эту всю красоту применить всякие потертости и так далее. Для того, чтобы ваши джинсы были больше похожи на тот какой-то оригинал, который вы вытягиваете. Но это уже немножко другая история. Ну и вот дальнейшая доработка, о которой я говорила. Когда мы уже добавляем тени, потертости, пожатости и какие-то элементы, которые показывают, что там есть побитости, дестройки и так далее. Это уже отдельно дорабатывается. Базовый эскиз мы с вами нарисовали. Его можно использовать. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, мне их задавайте. Я буду рада на них ответить. Если вы хотите что-то нарисовать, пишите мне в комментариях. Все нарисуем. У нас еще с вами куча времени. Не забывайте ставить лайк. Это показатель того, что эти видео вам нравятся и нужно продолжать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Каждый вторник мы с вами рисуем эскизы. На этом на сегодня все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.